Нам память как награда, мы все из Ленинграда, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Война стала для них пространством без границ и временных рамок. Участники боевых действий, труженики тыла и дети войны встретились сегодня, чтобы вспомнить то время, которое так хотелось забыть. 70 лет назад они, будучи людьми разных возрастов, профессий и интересов, вместе сделали одно большое бесценное дело и привели Родину к победе. Постараемся сделать для них приятную встречу, приятный может быть праздник. И каждый из них почувствует, что он внес тоже свою лепту в то, чтобы мы с вами счастливо жили и радовались жизни. Встречи с участниками войны в преддверии 9 мая уже стали традицией. Каждый раз на праздники приходят гости, те, кто помнят о великом подвиге и просто хочет сказать спасибо. Сегодня ветеранов поздравляют представители территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области. Хорошо, когда добрые и хорошие дела переходят в традицию. Уже не первый год мы принимаем участие в поздравлении ветеранов. Сотрудники нашей организации на собственные средства приобрели аптечки. То есть мы будем дарить ветеранам витамины, лекарственные препараты. Дети наших сотрудников также принимают участие в этом поздравлении. Они тоже приготовили свои подарки, своими руками, сделали открытки, аппликации, рисунки. Василий Андреевич Таюрский в армию пошел добровольцем, когда ему еще не было 18 лет. Закончил военное училище и служил до 1947-го. Историю своей жизни рассказывает с удовольствием. Говорит, что если о таких, как он, помнят, значит тогда, в 45-м, они все сделали правильно. Не забыли эту категорию людей. Их вспомнили, их приглашают, с ними беседуют. Такое мое мнение о том, что тот, кто дожил до этого дня, как говорят, слава Богу и дай Бог этих, как говорили, людей прожить. Еще, еще и еще. На встрече ветераны делятся последними новостями, обсуждают, как отметят свой главный праздник весны. В любую погоду, вопреки мелким хворям, все собираются в обязательном порядке выйти на парад. Субтитры подогнал «Симон»